Всем привет, уважаемые любители русской рыбалки 4! С вами Диазона ТВ. Сегодня мы находимся на Норвежском море. На 34-х метровой баночке. Хочу заметить, что все люди, которые утверждали, что это не банка, что это не банка, это мелководь или отмель, как это называли. Это всё заштриховали. Теперь это официально баночки. Так что имейте в виду. То есть банка это у нас подъём. Правильно? А мелководье это прибережная хрень, где не может пройти суда. Правильно? Так что я не понимаю, как может быть в мелководье 30 метров. Ну такого быть не должно и отмель тоже. Вот. Ну так и ладно. Примерно находится это на 34-й баночке. Ловлю я из кабины, потому что так удобно контролировать ваш дрейф. Вот. Находится это в квадрате Е7. То есть появляемся на базе. Туповался назад. Вот таким вот маршрутиком. Добегаем, долетаем до точки. Ловлю вот на такую сборочку. Джек с приманкой. Вот такой вот у меня стоит пилкер. Пилкерное удилище. С тестом 160-420. Лучше. Ну тестом вот этот 210 я как бы не хочу. Потом смогу гирляндочку повесить. Вот. Большой огромный. 4.0 огромный. И белый магод. Вот. На данной точке я нахожусь сейчас. За это время у нас 36 хвостов. Давайте перейдём к нашему лову. Потом покажу способ, на который лично я ловлю постоянно. За час у нас клюнуло вот столько. Кобыла глаз. 4 штучки. Катамаран. 2 штучки. Пердак европейский. Шланг. Пискаля. Сайда глаз. И треска атлантического клюёт достаточно неплохо. Единственное, с весом, конечно, не повезло. Если все чатные зачётные будут, то по серебру здесь... Ой-ой-ой-ой. Ребяточки. Ну монет 700-600 точно будет выходить. Но у меня, думаю, что не больше 400. Вот. Я ловлю я следующим образом. Заброс делаю от 5 до 10%. Всегда по-разному. То есть нажал и пустил. Жду, когда у нас опустится полностью на дно. При этом подёргиваю эрочку. Могу сказать, что всё-таки немножко износ снастей, по крайней мере, на моей катушке, немножко уменьшился. Потому что раньше было за час 0,5. Сейчас у нас 0,3. Вот. Потом подматываю, чтобы было в натяг. И начинаю дёргать. Дёргаю всё время по-разному. То есть иногда сильный дёргаю. Вот. Иногда делаю два маленьких подёргаю. Вот. И до тех пор, пока у нас клюнет какой-нибудь крокодил. После того, как у нас трески... Вот. Сейчас треска, скорее всего. После того, как у нас клюнет трески глаз, вот, мы, так сказать, вытаскиваем рыбу. Поэтому, ребят, все в них восстанет шии. С вами был у меня Зона ТВ. Здесь вы можете, кстати, покачать в ИСЧ. Ну, конечно, понятное дело, до 60 качка будет. А когда на море качка? И жёлшует ураган. Да, до 60. Вот. То есть до 60 нормально прокачивается, а после 60 няхти уже начинай. Но, тем не менее, ИСЧ сбивать нужно. И вот как одно из мест, где можете сбить ИСЧ. Все в них восстанет шии. С вами был у меня Зона ТВ. Пробуйте половить рыбку на данной точке, потому что клюёт достаточно неплохо. Всем пока-пока.